Думаю, что будет довольно ветреный. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, волею судья, покажавшись в Москве, вот прямо на Красной площади, я решил записать такой маленький блог, маленькое видео, подводящий итоги в каком-то смысле году. Ну, скорее даже не подводящий итоги года, сколько, знаете, рассказывающий о планах на будущее. Да, потому что 20-й год был таким, что его хочется попыстрее забыть со всеми его приключениями и со всеми его перипетиями. Поэтому я его отпускаю с Богом, ну и, наверное, вы тоже. Бог с ним и Бог ему судья. Пусть он уйдет в историю этот дурной высокостный год, а нам идет навстречу Новый год, в котором, я думаю, что у всех большие планы. У меня так точно. Ну, из них, наверное, наиболее интересным будет идея, которую я хочу попробовать сейчас предложить своим коллегам, попробовать обсудить, может быть, и с вами, в том числе. Это идея по электронному формате родительских советов. Вкратце, так сказать, скажу, идея, наверное, основная ее канва заключается в том, что на сегодняшний день, к сожалению, да, у нас вся образовательная политика строится непонятно как. С какого-то верху, какими-то людьми, которые где-то сидят в Москве и решают, как надо жить людям в Обнинске, не знаю, в, не знаю, в каком-нибудь городе Анапе и так далее. Хотя на самом деле там живут люди, и им виднее, в большом счете, как обустраивать свою жизнь. И в том числе, как планировать ее. Поэтому мне кажется, что вот с этой точки зрения нам, родителям, надо немножко выходить на другой уровень понимания планов своих. И пытаться строить эти планы, в том числе от образования. Ну, посмотрите, такая маленькая, маленькая ремарка. Да, если у нас, скажем, какой-нибудь город не очень большой, 10, 20, 30 тысяч населения. Да, понятно, что мы все друг друга знаем. Понятно, что у нас есть какие-то градообразующие предприятия, какие-то предприятия, которым нужна новая молодая кровь. А наши дети, они уезжают из этих городов, правда? Они уезжают в Москву, они уезжают в Петербург, они уезжают в Казань. Они нацелены на то, чтобы не оставаться в наших городах даже в 20, 30, 50 тысячных, да и в 400 тысячных. Я не думаю, что в Твери много детей, которые хотят остаться в Твери. Они так или иначе, сегодняшняя молодежь старается, нацеливается на крупные города и, в общем-то, учится. Если кто и учится, то учится ради того, чтобы уехать. Так вот, мне кажется, самыми заинтересованными людьми в том, чтобы дети оставались на своей родине, являются родители. И если эти родители будут формировать политику местную, образовательную в том числе, политику на своих территориях, то вот я думаю, что они смогут создать условия, при которых профориентация, при которых, так сказать, воспитание, при которых условия труда на предприятиях на местах будут соответствовать чаяниям молодого поколения. Вот если исходить из этой логики, то получается, что образование становится той отраслью, которая должна быть включена во всю экономическую поездку местных властей. И для того, чтобы она туда была включена, мне кажется, очень разумным было бы, чтобы у нас в прямом непринципалитетах создавались такие родительские советы. Ну, они бы, наверное, все-таки должны были бы называться не родительскими советами, а такими, прообраз их, наверное, это такой, наиболее близкий, это советы старейшим. Но не по родовому признаку, а по профессиональному. Вот если такие советы по образованию будут создаваться в муниципалитетах, им будут отданы полномочия по формированию образовательной политики и согласованию этой образовательной политики с экономическим развитиями, мне кажется, что вот это будет очень интересной модель, которая позволит этому совету, например, участвовать в жизни местных школ, то есть, скажем, подключать местные предприятия в качестве шефов для того, чтобы они помогали школам развиваться, чтобы они решали их какие-то текущие вопросы, возили на экскурсии, устраивали праздники и так далее. Этот же совет может совершенно спокойно выполнять роль контролирующего органа. А что происходит? А в какой школе что произошло? Почему произошло? И так далее. Вызывать директоров на соответствующий доклад. Ну, то есть, мне кажется, что вот эта история, если мы попробуем муниципалам дать вот эту функциональность образовательной политики, то тогда мы насыщаем в том числе и муниципальную власть какой-то совершенно осмысленной работой. Да, потому что понятно, что становится ради чего, ну, появляется смысл в их деятельности. Не просто существовать и там распределять какие-то бюджеты, а строить будущее. И вот мне кажется, что если вот эту идею попробовать как-то продумать, я не говорю, что она вот сейчас у меня уже в голове или там где-то на бумаге как-то сформулирована четко и всеобъемлюще. Вы знаете, это идея про то, что нам пора наводить в доме порядок. Мы живем в своей прекрасной стране. Она огромна. Она, ну вот, даже простому человеку, который не выезжал никуда далеко, она даже не... Ну, в первый раз, когда выезжаешь, ты даже не представляешь, насколько она огромна. Да, это реки сибирские, которые по несколько десятков, полтора десятка километров в ширину. Это же невозможно доставить, пока там не побываешь. Поэтому протяженность, да, огромная территория, огромное богатство, великолепная история, да. То есть у нас есть все для того, чтобы навести порядок в этом доме и чтобы этот дом стал уютным, на многие года обустроенным и, соответственно, давал жизнь многим поколениям и после нас. Поэтому, мне кажется, вот это была бы классная идея, классная затея, ну и, по крайней мере, какой-то такой план на ближайшее время. Вот делюсь им с вами. Если вам она любопытна, интересна, присоединяйтесь, рассказывайте о ней. Давайте как-то формировать какое-то, не знаю, какое-то сообщество людей, которые смогут ее притворять в жизни, в том числе развивать и продвигать на местах. Мне кажется, что у нее есть перспективы, да и вообще у нашей страны, конечно же, есть огромные перспективы, и нам нужно ими пользоваться. Поэтому давайте еще раз с Новым годом вас. И хотя сегодня немножко ветвенно и так вот по-зимнему, да, то поздравляю вас с наступающим Новым годом. Не как президент, а просто как обычный совершенно гражданин, который просто беспокоится немножко о будущем. До встречи в Новом году. Спасибо. Продолжение следует...